Отправка в лагерь в этом году существенно отличается от того, как это было прежде. Пресловутая социальная дистанция в полтора метра – необходимые условия. Родители доводят детей до столика регистрации, где мерят температуру и тем, и другим. И только потом принимают документы. Поводов для беспокойств – никаких. У всех детей есть правки о том, что они здоровы, все уважают прошедшие тесты на COVID-19. Все совершенно здоровы, у нас все универсифицировано, все совершенно новое и все подремонтировано. Поэтому они в полной безопасности, все до единовой. Поэтому все будет прекрасно. А также будут скотейки, вечера, прямые речи, все будет прекрасно. Помимо того, что лагерь тщательно подготовили к приемке детей, позаботились и о том, чем будут наполнены лагерные будни отдыхающих. В этом году, как и везде, отменены все экскурсионные и развлекательные программы за пределами лагеря. Большинство мероприятий пройдет на верандах и площадках под открытым небом. Мне кажется, за две недели вполне возможно, что они наберутся сил и будут лето оставшееся проводить хорошо. Мы, вожатые, постараемся сделать все максимально круто, чтобы им понравилось. Что же будет включать в себя программы первого заезда? Все то же, что и обычно. КВН и дискотеки никто не отменял. Правда, они не будут массовыми. Плантетка мероприятий разная. Но смены обещают сделать медийной. У родителей не будет возможности навещать детей. Зато смотреть за тем, как они проводят отдых в соцсетях, запросто. Эта смена у нас будет называться «Продвижение». Тема полностью посвящена здоровому образу жизни. Это здоровый образ мышления, здоровое питание, физкультура. Ну и, конечно же, ограничения, которые вот уж с коронавирусом у нас. На вопрос, легко ли было родителям принять решение отправить детей в лагерь в сегодняшних условиях, все единогласно отвечают «Да», потому что доверяют это дело профессионалам. Провожаю внучку. Едем уже четвертый раз. В юности выросли мои дети. Уже одному 42, второму за 30. Юность наша как свой лагерь, как дом родной. Я сама бывший химик, сейчас на пенсии. Очень любим этот лагерь. Знакомиться с лагерем охотно едут маленькие первооткрыватели, чтобы расширить круг своих друзей. На самом деле я еду туда вместе с подружкой. Она живет в моем доме на девятом этаже, я на пятом. И если мы пойдем не в один отряд и не в одну палату, то я просто найду друзей и буду играть. И едут, так сказать, на свои прощальные гастроли в прямом смысле слова. Уже опытные, отдыхающие. Эти ребята за предыдущие годы именно в юности создали рок-группу, назвав ее незатейливо «Малосольные огурцы». В этом году у меня исполняется 16. Я думаю, это мой последний заезд. И поэтому его нужно провести замечательно. Так, чтобы все отдохнули, набрались сил. В общем, родители могут быть совершенно спокойны за своих детей. Отдыхать, к слову, в эту смену отправились 260 человек. 50% от обычной наполняемости. Ради социальной дистанции будет осуществлена специальная рассадка в столовой. Расставлена кровать в спальных комнатах и соблюдены прочие меры. Я даже больше скажу, нас охраняют, за нами следят, чуть ли не из космоса. Мы ежедневно, ежечасно информируем государственные органы о том, как у нас дети находятся, как мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора и здравоохранения. И, соответственно, очень много отчетов у нас. Но я думаю, что мы с ним свыкнемся, и это правильно. Самый главный отчет, наверное, будет у нас по приезду детей уже в город, когда они у нас немножко поправятся, немножко округлятся, будут счастливы и довольны, здоровы. И приедут к маме и папе и скажут, все, лето было у меня супер, спасибо, мама, папа, вам за эту путевку в детство.